На территории Тверской области коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Единственный случай подозрения на заражение не подтвердился. Жителям Верхневолжья рекомендуют на время воздерживаться от поездок в эпидемиологически неблагополучные страны и контактов с прибывшими из этих стран людьми с симптомами ОРВИ. Напомним, 4 марта в частную клинику обратился мужчина с диагнозом пневмонии. Сотрудники заподозрили у пациента коронавирусную инфекцию. Отобрав клинический материал, доставили в микробиологическую лабораторию для исследования. Специалисты Роспотребнадзора по Тверской области провели дезинфекцию по месту обращения пациента, его проживания и санитарного транспорта, которым он был доставлен в больницу. В результате исследования подозрения на коронавирус не подтвердились. Начальные симптомы, они, собственно, ничем не отличаются от гриппа и ОРВИ. Потому что коронавирус – это вирус, который поражает и человека, и многих животных. И в данном случае вот этот вирус, который все-таки путем подсажей, вот он от животных, от диких животных, новую, так сказать, экологическую нишу обрел и переместился на человека. При выявлении симптомов ОРВИ в сочетании с посещением за последние 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных по коронавирусу стран, а также контактов с больными, необходимо обратиться по телефону в медицинскую организацию по месту жительства и, объяснив ситуацию, вызвать медицинских работников на дом. В качестве профилактики появления заболеваний рекомендуется соблюдать стандартные меры предосторожности. Чаще и тщательнее мыть руки и избегать посещения массовых мероприятий. Это соблюдение правил личной гигиены, это по возможности исключение контактов с больными людьми, с людьми, у которых имеются признаки респираторной вирусной инфекции, кашляющие, чихающие люди. Это по возможности в данной ситуации использование масок индивидуальных, потому что так или иначе это эффективное средство профилактики. В Тверской области предпринимаются все необходимые меры по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции. Утвержден алгоритм действий медицинских работников на случай выявления больных с подозрением на заражение коронавирусом. Определена база для их госпитализации, есть запас необходимых медицинских препаратов и дезинфицирующих средств.